Сегодня Азербайджан занимает достойное место среди ведущих государств стремительно обновляющегося мира. Экономическое развитие страны с момента независимости началось благодаря грамотно выстроенной политике общенационального лидера Гейдара Алиева. Используя богатый экономический потенциал и открывающиеся перед страной широкие новые возможности, он вывел Азербайджан на путь прогресса. Роли Гейдара Алиева в становлении сильного и развивающегося государства был посвящен семинар для работников СМИ, организованный Министерством экономики Азербайджана. Мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею общенационального лидера. Участники семинара отметили, что начиная с 1995 года одним из важнейших направлений реформ, проведенных в стране, были приватизация госсобственности и создание благоприятных условий для развития свободного предпринимательства, в том числе аграрные и земельные реформы. Сельским жителям были безвозмездно предоставлены земельные участки, созданы фермерские хозяйства. И сегодня свыше 90% сельхозпродукции производится в частном секторе, а сырьевые ресурсы страны грамотно используются, выступая в том числе как фактор экономической дипломатии. Гейдар Алиев имел непревзойденные заслуги в становлении национальной экономики. Великий лидер, глубоко понимавший суть экономических вопросов, придавал большое значение применению в Азербайджане передового мирового опыта в этой области. Помимо успешной реализации нефтяной стратегии, большое внимание уделялось развитию различных направлений и отраслей, особенно на основе передовых технологий. Реформа общенационального лидера создали прочную основу для проведения приватизации земельной реформы развития отечественного предпринимательства. Азербайджан является инициатором и участником крупномасштабных энергетических и транспортно-логистических проектов, основа которых была заложена Гейдаром Алиевым. На протяжении почти всего периода независимости экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост. Воловой внутренний продукт вырос в более чем три раза, уровень бедности сократился до 5%. Внешний долг находится на уровне менее 9% ВВП и снижается из года в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова